Притча, 31 глава, 10 стих. Очень трудно найти совершенную женщину, но цена её превыше драгоценностей. Какой должна быть совершенная женщина? Какими качествами должна она обладать? Вообще, какой образ у нас возникает, когда мы слышим это? Женщина рассматривает сугубо в рамках семьи. Женщина – мать, жена или дочь. Или же всё-таки как независимая личность, которая строит карьеру, которая не спешит выйти замуж, которая участвует в разных жизненных сферах. Итак, добро пожаловать на наше ток-шоу. И я хочу представить наших гостей – Татьяна, Анастасия, Анжела. Ну, во-первых, хочу сразу поблагодарить за то, что вы согласились участвовать в нашем шоу. И первое, что я хочу спросить, вот что приходит в голову, когда мы слышим такое выражение – «совершенная женщина». Например, мне в голову приходит, что «совершенная женщина» – это достаточно громкое, в принципе, понятие. То есть слово «совершенство» – это что-то такое сверх всего. И я считаю, что при стремлении быть совершенным во всём в какой-то момент можно даже иногда сломаться. Я считаю, что женщина, в принципе, должна находиться в гармонии с самой собой и с окружающим миром. И это первое, к чему стоит стремиться, на что делать упор. Настя? Я думаю. Я думаю, что «совершенная женщина» – это та, у которой в жизни есть баланс. Баланс во всём. Семья, самореализация, здоровье, друзья, общение, всевозможные общения. То есть это такое колесо баланса, которое ты можешь действительно выстроить, чтобы ни одна из сфер твоей жизни не страдала. Вот для меня это идеал, но идеала не существует. Ну, первое, наверное, что приходит мне в голову совершенство – это полнота. Это полнота, это уверенность, это свобода. Ну и соглашусь, Настеньки, в этом и есть баланс. Вот. Ну, это первое, да, что приходит. Одиннадцатый стих. Муж её зависит от неё. Он бедности никогда не узнает. Она всю жизнь старается для мужа и никогда не причиняет бед. Вот в притчах всё-таки идёт в первую очередь описание образа такой жены, которая заботится о мужа, да, и благодаря которой муж вот довольно-таки совсем неплохо себя чувствует, да, рядом с ней. И у меня такой вопрос. Неужели совершенство женщины, образ такой, да, может быть достигнут только в браке? А как насчёт незамужних женщин? И вот я знаю, что среди нас есть незамужние женщины, и я думаю, что им есть что сказать. Есть что сказать? Не много, конечно, есть что сказать. В любом случае, да, есть что сказать. Я считаю, что на самом деле очень важно, какой именно муж, какой именно человек рядом с той или иной женщиной. И чтобы максимально себя реализовать в роли хорошей, любящей, любимой жены, очень важно найти человека, близкого по духу во многих аспектах, ну, практически во всех. И вот для меня, например, это, да, такой важный аспект. Вот я ищу такого человека, потому что на самом деле мы с разными людьми проявляем себя по-разному. И очень здорово, когда человек, ну, бывает такое чувство, когда ты влюбляешься в состояние именно своё, которое ты ощущаешь рядом с, ну, находясь рядом с другим человеком. Вот. И, собственно, это то, что, мне кажется, важно в жизни мужа и жены. И тогда, ну, то есть получается, что когда ты в таком состоянии находишься в семейной жизни, то ты очень многое можешь дать мужу. То есть вот этой искренней любви, искренней заботы. И, конечно, когда это всё тоже возвращается, когда есть отдача от второго человека, это, ну, создаёт гармоничные, прекрасные отношения. Вот всё-таки, Анжел, совершенство может быть достигнуто только в браке. Вот согласна ты с этим, как бы, или тебе есть что сказать против? Ну, не могу согласиться с этим, честно говоря, потому что, прежде всего, я думаю, что... Ну, может быть, это я сейчас так говорю, потому что я уже была в браке. Вот. И поэтому, наверное, так говорю. Ну, мне... Ну, и я, в принципе, сейчас, в настоящий период, очень довольствуюсь и наслаждаюсь своим совершенством, именно как женщина. Да, как бы это ни звучало, да. Но, тем не менее, то, что я говорила, да, это полнота, свобода, уверенность. Поэтому, ну, если говорить о том, что по писанию написано, да, о заботе к мужу, вот. Ну, опять же, может быть, потому что у меня есть семья и у меня есть дети. Вот. То есть мне есть... Вообще, женщина, я считаю, что женщина, она в любом случае должна, и это потребность женщины вообще заботиться. И забота – это одно из потребностей женщины. Неважно. Если мы посмотрим на женщин-мам, да, которые заботятся о детях, у которых нет детей, ведь многие женщины заботят себе животных, они также проявляют заботу. Заботу к своим родителям, да, кто в возрасте, опять же, да, заботится о тех же животных, да. Ну, забота, она, это, опять же, да, это такое качество и потребность, повторюсь же, да, женщины. Поэтому у меня есть о ком заботиться, вот. И у меня нет нужды такой, наверное, чтобы заботиться о муже. Вот, поэтому я считаю, что, ну, абсолютно испытываю какую-то, вот, именно полноту и совершенство. Вот, может быть, потом еще что-то дополню. Ну, пока так. Ну, вот, Настя у нас в браке, как мы всем знаем. Ну, вот, может быть, ее такой объективный взгляд на это может нам помочь. Я считаю, что не всегда женщина совершенно тогда, когда она, скажем, полноценно в семье. То есть можно быть полноценной и совершенно не только в браке. Но если говорить обо мне, то так как я выбрала для себя все-таки путь семейный, и просто, видите, мне кажется, что это от ценности человека зависит. Если для него семья – это ценность, то он будет идти по жизни так, что это одна из сфер его баланса, да. И если говорить про меня, то так как я выбрала семейный путь, то, соответственно, конечно, безусловно, для меня, скажем, как для жены, забота о муже – это само собой. Может, конечно, я где-то не справляюсь, но я стараюсь, да. То есть это неотъемлемая часть моей полной чаши, когда я совершенно как жена. Но, опять же, это могут быть разные проявления, это не обязательно, что там я должна, конкретно я напрямую должна что-то сделать, чтобы там ему было хорошо. Я же могу кого-то нанять, упростить себе жизнь, да, там, ну как-то. Но, то есть, чтобы человек в любом случае ощущал, что там, я подумала об этом, что я как бы что-то проявила себя в этом, да, там, может быть, не сама там борщи варю, вот. Но как-то по-другому, но он сытый, например. Вот как-то так, да? Да, спасибо. Так, и следующий стих. «Словно корабль, приплывший издалека, она отовсюду приносит пищу в свой дом». И здесь, конечно, наши стереотипы ломаются, потому что мы думали, что это должны все-таки делать мужчины. Вот. Но следующее достоинство, о котором говорит Библия, это добывать все-таки пищу. Это не то, что женщина с авоськой, а это женщина, словно корабль, приплывший откуда-то, да. То есть женщина, как международный предприниматель, который знает языки, который ездит повсюду, который привозит в дом в результате, да, все, что она увидела, все, что она купила. Она приносит в дом пищу, она приносит в дом вещи, абсолютно все. И вот в этом случае не кажется ли вам, что мы играем роль совершенного мужчины? Или наоборот, вот обеспечение дома, если это является одним из качеств совершенной женщины, да, значит, у нас есть этот потенциал и достоинство от Бога. Это в нас заложено. И, Настя, у меня все-таки вопрос, я знаю твою историю одной из жизней, может быть, это секрет. Может, это секрет, и ты не можешь, да, не отвечать на этот вопрос. Но я знаю, в молодости, да, когда ты была совсем еще молодая, мама твоя отправила тебя совершенно в другую страну, да, учиться, зарабатывать деньги. И это довольно-таки смелый поступок. И, наверное, мама знает, что достоинством женщины совершенно является это все-таки добывать пищу. Вот как ты к этому относишься? И, будучи уже как мама, отправила бы ты свою Кариночку, допустим, в другую страну? Ну, ты знаешь, да, меня отправили, да, ты правильно сказала, ну, не добывай прям пищу, может быть, моя мама была, наверное, во мне уверена. Нет, тогда меня отправили работать на самом деле, но для себя. То есть на 4 месяца меня отправили, дали мне 400 долларов, это была сумма на 1 месяц съема жилья и билет в 2 конца. Так, все. То есть выживешь, оставайся, виза у меня была. Не выживешь, как я маме потом тоже говорю, мам, зачем ты так делаешь, мне было 17 лет, это же страшно, как бы после первого курса я по-корейски еще вообще, ну, как бы вроде как учу его давно, но я ничего не понимала вообще, что они там говорят. И она говорит, ну, у тебя же был билет обратный, ну, ты же не дурочка, вернула бы, ну, то есть я все-таки бы не смогла. Вот, но я думаю, что здесь вот в этом слове все-таки, мне кажется, это не про добычу, как добыча именно, как мужчина добывает, а больше про быт, построение быта, может быть. Я даже себя вспоминаю, когда у нас не было там достаточно денег, но нам нужно было обставить квартиру. Я как раз в этот момент была в Москве, и тут была Икея, а у нас такого не было. И у меня вот была сумма, мне муж говорит, не надо, ну, то есть у нас сейчас нет денег, но я все потратила на мебель из Икеи. То есть мне кажется, вот всплыло прям, знаешь, что женщина-добытчица, которая со всех уголков мира в свое гнездо, в свой дом, она тащит для уюта. И если говорить о том, что женщина-добытчица, как вот мужчина, мне кажется, что это наоборот, потому что вот мне кажется, иногда вот грань я переступаю, и вот тогда наоборот, женщина абсолютно никогда не будет заботиться о быте. То есть если я увлекаюсь сильно именно зарабатыванием, вот как ты вот в той интерпретации, про которую ты сказала, то мне вообще дом как бы не интересен. Понимаешь, то есть вот эту грань, ее надо или не переходить. Я знаю, что все вы трое со знанием языка, ни одного. И в этом смысле, да, вот ну как бы тождественно. То есть как бы мы понимаем, что вот это касается вас лично. Вот Анжела, скажи, пожалуйста, как ты добываешь, как ты в роли добытчицы? Вот ты как бы вынуждена, да, быть сейчас добытчицей. Ну, для меня никогда не было приоритетом. И вот я сейчас вспоминаю, вот Настя услышала историю, да, в детстве. Меня воспитывали, я младший ребенок, вот, я очень любимица у всех. Я девочка, единственная среди родственников, вот. Я долгожданная, вот, у меня старший есть брат. Вот, поэтому я росла в такой некой, мне наоборот, когда я хотела, у меня было желание учиться, вот. Ну, и вообще я из тех, которые люблю активный образ жизни. Поэтому я говорила родителям, что я поеду в Москву учиться, вот. И, зная мое желание и стремление, моя мама, наоборот, она поехала заранее туда, сюда. То есть, да, ведь она приехала за год моего поступления сюда, чтобы как-то мне помочь, чтобы найти жилье, чтобы финансово как-то тоже обеспечить меня, вот, как-то поддержать. Она потянула отца за собой, хотя он не особо хотел. И они приехали за год до моего приезда в Москву, чтобы как-то поддержать меня. Ну, и воспитывали меня, в принципе, никогда не говорили о том, что я должна зарабатывать. Вот, и, в принципе, выйдя замуж, я тоже не думала о том, что мне нужно работать. Я довольствовалась тем, что есть. И по поводу слова того, слова того, что женщина добычится, да, я тоже, наверное, соглашусь с тем, что это не в прямом смысле добывать деньги и тянуть семью полностью, да, а именно уметь создавать быт в семье, уметь создавать уют в доме, чтобы было всем комфортно, чтобы все были, не знаю, чтобы была в доме всегда еда, чтобы детям было во что одеться, чтобы они были чистые, накормленные, сытые, вот. И, в принципе, если рассказывать о моей, как бы, жизни, когда мы, ну, как и у многих, наверное, начинающих семьях, все было не так, все сладко, и финансово было очень тяжело. Я не собиралась выходить на работу, вот, и в мыслях у меня не было о том, что раз у мужа что-то не получается, значит, я должна взять на себя. Это нет. В принципе, ну, и возможностей, наверное, тогда не было, потому что сразу были дети, и они почти подряд были. Вот, естественно, я была дома, занималась всеми домашними и семейными делами. Финансового не хватало, мы даже не могли съехать на съемную квартиру, чтобы жить отдельно, и нам приходилось жить тогда с двумя детьми маленькими, два года разница, в двухкомнатной маленькой-маленькой квартире, вот, свекровью, свекром и заловкой, вот. И это было очень тяжело, и я все время говорила мужу о том, что, блин, он уже обещал, что мы будем жить отдельно. Вот, но финансово тогда было очень тяжело, но, тем не менее, я могла, и, ну, очень рада и благодарна Господу, потому что я всегда была с Господом с детства, то, что Бог давал мудрости не капризничать, не возмущаться, не ходить, не роптать и не быть недовольной, а то, что есть. То есть я могла на любую сумму, я всегда говорила своему мужу, если это будет 15 тысяч в месяц, ну, чтобы я знала, что это было 15 тысяч, я могу урезать, я могу урезать во многих сферах, да, в быте где-то, но так, что у меня будут все сыты, все будут одеты, вот, и всем будет хорошо и комфортно. Да, как говорит мой муж, сэкономил, заработал. И, кстати, знаете, я научилась с ним, знаете, такой вещи, что, когда ты чистишь зубы, зубы нужно выключать воду. Этого я не делала никогда, да, он меня этому научил. Вот. Татьяна, ну, у тебя пока нет детей, да, и как ты относишься к добыванию, к сохранению, да, и вообще к бюджету семейного? Ну, я тоже, в принципе, привыкла вот как раз со студенческих лет, то есть уже после студенчества добиваться многих вещей самой, то есть я тоже переехала в новый для себя город одна, здесь уже пыталась реализоваться, как-то встать на ноги. И в целом, я думаю, что сейчас в какой-то степени вот то, что даже в обществе, в современном, немножко какие-то другие требования выдвигаются, то есть наоборот почему-то требуют, что и от мужчин очень многого требуют, и от женщин многого требуют, что мужчина должен быть добытчиком семьи, то есть он должен полностью обеспечивать семью, и плюс еще сверх. Женщина должна быть прямо хозяйкой-хозяйкой, то есть все там полностью и готовить, и убирать, и все дела. Но в целом, я считаю, что очень хорошо, когда уже люди встречаются, ну, то есть на данном этапе, я считаю, что для меня это достаточно неплохо, что в таком, ну, как бы уже в состоявшемся состоянии, в возрасте, в будущем я уже, возможно, встречусь у будущего мужа, и когда уже две личности состоявшиеся, которые твердо стоят на ногах, и они могут быть партнерами в семье, то есть нет такого, что там только мужчина, например, да, добытчик, или только женщина, то есть они могут это совмещать, они вместе могут, ну, общим делом заниматься и развивать семью, чтобы она процветала. Спасибо. Следующий стих, к которому мы переходим, следующее достоинство. «Утром встает она рано, еду всей семье готовит и отдает распоряжение служанкам». Теперь время пришло поделиться, как совершенная женщина вот со всем справляется, да, и здесь Библия затрагивает такую тему тайм-менеджмента. Может быть, у вас есть какой-то метод, чтобы везде успевать, чтобы везде быть вовремя. Я знаю, Татьяна, она вот участвует почти во всех мероприятиях, мы встречаемся с ней и здесь в церкви. Сколько ты меня еще не видишь. Да, сколько еще. И она рассказывает, и я просто удивляюсь, как вообще хватает у тебя времени. Вот как ты справляешься с этим? Может, у тебя какой-то строгий режим, я не знаю, какой-то метод такой сверхъестественный. Раньше мне просто хотелось быть во всех мероприятиях, охватить и то, и то, и то, и приходилось жертвовать сном чаще всего. Но когда уже приходит, ну, прям конкретное понимание, что сон — это главная составляющая здоровья, тогда уже действительно начинаешь расставлять приоритеты. В целом сейчас я бы сказала, что мне очень помогает мой удаленный график работы, так как все-таки работая в офисе, я раньше работала постоянно в офисе, в период вот этот девятичасовой рабочий день, когда ты находишься на работе, даже если у тебя появляется, ну, по-любому у каждого человека чаще или реже появляются какие-то свободные минуты, ну, свободные от работы. И у меня, например, в офисе никогда не получалось провести их продуктивно. То есть так или иначе ты идешь на кухню, попить чай, пообщаться с коллегами ни о чем-то, какие-то, ну, бытовые разговоры. И утром ты тратишь время, чтобы туда добираться, вечером возвращаться, и в итоге у тебя весь день это, по сути, вот работа. Сейчас на удаленном графике я, работая из дома, могу себе в любое свободное время позволить, например, позаниматься музыкой, позаниматься языками, какие-то подкасты, например, послушать. Вот, тут же что-то приготовить. И это, в принципе, разнообразует мой день. А вечером я после этого могу сразу поехать на какое-то мероприятие. И не могу сказать, что я к вечеру уставшая, потому что так или иначе мой день разнообразен и работой, и какими-то, ну, такими другими вопросами. Вот, и это сейчас, да, мне очень помогает. И почти все вечера я где-то на каких-то выездах, мероприятиях. Выходные тоже чаще всего, потому что я... Раньше я почти дома не бывала, и мне иногда хотелось выходные дома провести. Сейчас я работаю почти все время дома, поэтому мне в выходные хочется вообще куда-то выехать. И это здорово. Настя, ты у нас бизнесвумен, мы все знаем, да. И я знаю, есть такое некое ограничение, да, потому что я совершенно уверена, что после десяти, а после одиннадцати, так тем более, тебе нельзя писать, потому что ты уже спишь, да, и она рано встает. Вот, это привычка, которую ты выработала, или это все-таки твое я, да, вот ты такая? Ты знаешь, наверное, в моей жизни есть два аспекта, которые нарушать нельзя. Первое, это когда я голодная, а второе, это когда я хочу спать. То есть для меня сон, даже вот когда дети родились, я всегда с ними ложусь спать. То есть после того, как я знаю многие женщины, после того, как уложат детей, потом идут, еще все убирают, еще пьют чай, это вообще не про меня. Мне надо быстро-быстро все закончить, и вместе с ними все, чтобы я спала. Вот так я люблю. И то, что я, да, в десять я стараюсь уже лежать, вот, стою я, ну, мой муж говорит, что я не рада встаю, да. Восемь часов, надо не рада, как бы, да. Но иногда я стою раньше, потому что я хожу на спорт именно с утра. Мне нравится, когда с утра я все сделала, я вообще люблю делать все очень быстро. И все компоную. То есть если я убираюсь, то сразу я слушаю книгу, еще что-то делаю, еще, 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 еще. Еще и параллельно кушать готовлю. То есть за один час я могу сделать много-много дел одновременно, да. И я люблю, когда с утра я все сделала, а потом я свободна. И могу уже и полежать, и фильм посмотреть. Ну, сейчас, конечно, я стараюсь. Это мой отдых, это мое расслабление, когда я не думаю ни о чем. Вот просто вот, знаешь, занимаюсь ерундой. Вот так. Но вообще у меня есть, да, у меня есть график в телефоне, мой органайзер, который всегда под завязку забит. И крайне редко что-то у меня не получается. То есть чаще всего я туда забиваю только самые важные дела. Например, встретись с клиентами, встретись с партнерами. Спорт обязательно, да. То есть есть время для себя всегда. То есть это какой-то массаж, это маникюр, педикюр, да, все, что связано с красотой. Это обязательные пункты. То есть я никогда их не пропускаю. Конечно, если есть важные дела, то я могу сдвинуть что-то для себя и заменить на вот общение с кем-то важным. Но вот сказать, что, например, какой-то день у меня прям совсем не задался, у меня такого нет. Очень давно уже у меня все идет по плану. Я люблю, когда все вот чеченька-вчеченька, вот так. Вот судя по твоим историкам, Анжела, ну, понятно, если определять вот такие точки локации, то тоже можно, знаешь, вот ставить и ставить и ставить. Вот как тебе удается? У тебя дети, завтрак тебе нужно готовить. Мы видим, что ты завтраки готовишь детям. Ну, ты выставляешь, по крайней мере. Вот как ты успеваешь? Как ты с этим справляешься? Не могу сказать. Мне на самом деле очень часто задают вопрос, как я успеваю. Видимо, в моих соцсетях кажется, что все, прям все я успеваю, и такая я вообще офигеть супермама и женщина. Но не знаю, не мне как бы судить. Но я люблю, опять же, активный образ жизни, поэтому мне нравится такая активность. Я благодаря этой активности, я живу. Но я считаю, что здесь очень важная вещь, когда чувствовать себя, чувствовать свой темп, свой режим, чувствовать себя, что тебе нужно, что тебе, если хочется сейчас отдыхать, то я буду отдыхать. Если мне хочется спать, значит, мне нужно спать. И, в принципе, детям я тоже об этом говорю. Раньше в замужестве я жила не в свободной жизни. Не говорю, что это плохо. Это был этап моей жизни, он нужен был, который мне нужно было пройти. У меня все было расписано, и я постоянно... Ну, наверное, это и воспитание, то, что я должна, как корейская женщина, все успеть. Женщине нельзя долго спать. Мама мне всегда говорила, ты должна, если живешь кровью, ты должна раньше вставать всех. Вот, и я вставала недовольная, что я не выспалась, мне нужно встать, мне нужно приготовить завтрак всем. И это немножко меня напрягало, и я очень была напряженная, мне была тут же раздраженность. Я хотела заниматься своим делом, но я не работала, хотя я хотела работать тогда и заниматься. Вот, но этот период был для меня, опять же, повторюсь, полезным. Сейчас я живу в полной свободе. Я... Ну, во-первых, дети подросли. Вот, это, как бы, это большой плюс сейчас, потому что я занимаюсь любимым делом, я работаю, я занимаюсь, у меня... Ну, вообще, что касается графика, если говорить, да, режим определенного, естественно, у меня есть определенный режим, потому что и расставленные приоритеты, это очень важно, да, у меня семья, вот, в первую очередь, расписание моих детей, режимы детей, которых я знаю, вот, и если я с чем-то не справляюсь, ну, то есть не то, чтобы не справляюсь, а не могу контролировать, то я перекидываю это сейчас на свою помощницу, на няню, да, и если приезжает ко мне мама, она мне с этим помогает. Дальше это режим, естественно, работы, когда четко есть определенное расписание, график, которому я соответствую, должна соответствовать, вот. И время отдыха, а, время еще своими увлечениями, это бишь хобби, да, то есть это я тоже понимаю, что мне это нужно. Если раньше я думала, как я могу этим заниматься, у меня же не хватит времени, я же должна то-то-то-то сделать. На самом деле, опять же, от своего ощущения, я знаю, что мне это нужно, я знаю, что мне, я занимаюсь танцами, я хожу в зал, мне нужен этот спорт, потому что мне нужно, иначе мне крышняк будет сливать, и всем вокруг будет плохо. Мне нужно заниматься, да, это выплес моих эмоций, да, поэтому я знаю, что мне это нужно, поэтому я четко ставлю в расписание это, да, сколько раз в неделю. Плюс спорт – это дисциплина. Вот, это круто дисциплинирует тебя, вот, это помогает держать дисциплину, и тут нельзя. Но в то же время у меня есть время свободы, где я кайфую, отдыхаю, встречаюсь с друзьями, вот. Это тоже время, я понимаю, что мне необходимо. И у меня вот буквально вчера закончился месяц моей работы, очень сложной, напряженной, вот, где я, к сожалению, мне пришлось подвинуть все мои хобби, я просто не занималась две недели практически, да. Но я понимаю, что я в таком напряженном графике не могу, понятно, что мне нужно было по ночам работать, делать определенный проект, которым я занималась. Но я знала, что это временно, это знала, что мне нужно успеть в определенные сроки, поэтому я напряглась, убрала все остальное, то, что не в приоритете, в сторону, вот. Ну и то, я понимаю, что все, мне тяжело, мне нужен отдых. И я все плюнула, и в выходные я просто пошла отдыхать с друзьями, потому что я понимаю, что мне нужно такое, ну, это время. Вот, поэтому здесь, наверное, такое некое чувство, ощущение себя, это очень важно, поэтому здесь нет определенного какого-то совета, нужно вот там, режим должен быть такой определенный, да, то есть что-то нужно делать, вот вставай во столько-то. Если я знаю, что мне нужно встать рано, потому что я делаю основные дела тут первой половины дня, вот. И я знаю, что если я сейчас просплю, проснусь позже, чем мне нужно, я понимаю, что я не успею сделать домашние дела. Слушай, а вас, конечно, кажется, что в ваших сутках не 24 часа, мне хочется, нет, мне не хочется больше часов, мне хочется, чтобы мне энергии было больше, 6 сил больше, потому что под вечер занимаешься, все, ты и все. Да, переходим к следующему достоинству, всегда подает она бедным и помогает всем, кто в нужде. Все-таки совершенная женщина, образ совершенной женщины, это милосердие, это помощь другим людям за границами семьи и родных, да, вот где женщина может в современном мире проявить свою доброту. Вот, Настя, я знаю, что муж у тебя вот активно занимается благотворительностью, может быть ты против, может, ну, ты понимаешь, один же бюджет, и ты говоришь, слушай, Саша, давай вот поменьше жертвовать, как вот ты к этому относишься? Да. Ты знаешь, я всегда говорила, что за такое, как это сказать, за что-то благотворительность, за такое духовное, в нашей семье отвечает муж. Вот мне всегда казалось, что он меня вымолит. то есть, я могу быть такая безалаберная, какая-то, не помогать никому, все, что он делает, он делает и за меня тоже. То есть, ты не против? Я абсолютно не против, просто дело в том, что я не знаю, сколько он зарабатывает, поэтому я не знаю, сколько он отдает. Ну, потому что для меня это не есть приоритет, мне не важно, то есть, у меня все хорошо, зачем я буду лезть в душу и там, ну, сколько, сколько, ну, то есть, я понимаю. С вас получается раздельный такой бюджет, да? С недавних пор, ну, как, несколько лет, как? У меня просто такой муж, он очень мудрый человек, и он однажды научил меня просто считать деньги. Раньше я жила так, там, он мне спрашивает, сколько у тебя денег в кошельке? Я говорю, не знаю, а на карте сколько? Не знаю, а там сколько? Не знаю. И он мне однажды сказал, все, вот, а я при этом всегда, ну, зарабатывала, что ты зарабатывал? Ну, я даже не знала, сколько я зарабатываю, я никогда не считала. И однажды он мне сказал, все, вот теперь ты живешь на то, что ты зарабатываешь. Ну, как жестко. Как мне было страшно, вы себе не представляете. И на тот момент я думала, что такое? Нет, это невозможно вообще, ну, как так? Ну, то есть у меня было такое сопротивление, сильное. То есть мне казалось, что все, все пропало. Вот, но в итоге, наоборот, я поняла, что да, вот я могу зарабатывать, это все, что я, ну, это могу я тратить на себя, на детей, например, что-то большое у нас. Но у нас в любом случае весь бюджет не в моих руках, друзья. Как бы ни казалось со стороны. Нет, и это классно. Мне кажется, мы от темы ушли, Да, 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 я хочу все-таки вас опять к доброте. К доброте, да. Вот, да, спасибо. Я не против абсолютно. Никогда не чувствовала какого-то ущемления, что ли. То есть сколько бы не уходило на десятину, на пожертвования, на благотворительность, никогда вообще за всю свою жизнь я не ощутила нехватки. Никогда. Сейчас мы десятину тоже платим раздельно. Раньше, да, я говорила, ну, ты заплати. Нет, все. Поэтому даже сейчас, когда я делаю это отдельно, я тоже не чувствую ни капли вот вообще какого-то, что мне как-то мало, что ли. Это свойство десятины. Возможно. Если касаемо благотворительности вне, то у меня это все не так, что я вот каждый месяц выделяю там что-то. Нет. Меня, например, очень сильно цепляет за душу есть такая организация, называется Лиза Алерт. Знаете? Нет. Не знаете? Знаете? Да. Это поиск детей. Поиск не только детей. Она началась, эта организация, с поисков как раз Лизы, девочки, которую не успели спасти. И вот они волонтеры. У них нет какого-то государственного финансирования. И все, что у них есть, это люди добрые, которые помогают. И я подписана на них, они есть в соцсетях. И когда я вижу там что-то такое прям меня цепляет сильно, то я там могу перевести какие-то суммы, да. Если, например, среди знакомых, где я точно знаю, что вот это настоящий человек, он в беде, я тоже, ну, чаще всего не останусь просто в стороне. Но если я уверена, потому что сейчас очень много мошенничеств, да, на этой почве. То есть здесь надо быть очень аккуратным. Но так, чтобы это было регулярно, нет, к сожалению. Но в моем сценарии жизни это написано. Следующее качество, я зачитаю из писания, она делает простыни покрывала. На ней, на самой одежде, из прекрасного полотна. Но это, девочки, ваша тема, да. Я вижу, что вы вот прям со вкусом все трое. И я хочу вам задать такой вопрос. Вот как много сил, как много финансов нужно тратить на это дело? И вообще, нужно ли стараться выглядеть всегда хорошо? Анжела, вот мы с тобой разъезжали по разным, скажем так, были на выездах, да. И я тебя никогда не видела, даже вот только ты проснешься, я никогда тебя не видела, какой-то неухоженной, какой-то... В чем секрет? Ну, вообще, я считаю, что, конечно, женщина в любом случае должна ухаживать за собой. Ну, мне важно это. Лично для меня это важно, и потому что я себя чувствую увереннее. Мне... Ну, я люблю внимание. Вот. Меня это вдохновляет. Вот. И я чувствую себя женщиной. Поэтому для меня важно следить и ухаживать за собой. Для меня важно, как я одеваюсь, несмотря на то, что абсолютно у меня может быть абсолютно разный стиль в зависимости от моего настроения. Вот. Иногда мне хочется что-то романтичное, потом мне это вообще не нравится, и я хочу что-то вообще кардинально, что-то поменять. То есть у меня есть. И, в принципе, я постоянно заморачиваюсь, какой длины мне носить волосы. То мне кажется, что я хочу очень длинные волосы, то мне кажется, что я хочу очень короткие волосы. Вот. И вокруг всех я мучаю этим. Мои подруги, мои дети, они знают, что мне нужно... И когда мне не хватает даже внимания, я уже просто социально уже прошу и просто напрашиваюсь на комплименты, можно сказать так. Вот. А что касается вообще, ну, макияжа, если говорить о том, то я в этом плане немножко ленивая. Я не умею, честно говоря, красиво краситься, поэтому я восхищаюсь теми, кто очень красиво умеет наносить косметику. Вот я именно смотрю на тебя и вообще просто восхищаюсь тобой, как ты умеешь красиво майкап делать. Я не умею, я не могу долго возле зеркала стоять, я не могу ровно рисовать стрелки, как бы мне не хотелось. Но, опять же, наверное, с детства, потому что мне с детства папа всегда говорил, что не надо девочке много краситься. Ну, какие-то вот такие стереотипы у него были. Возможно, потому что он мне всегда говорил, что не хотел, чтобы я рано, что ли, так стала краситься. Вот, поэтому он мне всегда, наверное, за это переживал очень. Поэтому я не парюсь по этому поводу и я за то, чтобы, ну, как бы, так как я не умею так особо марафет наводить и майкап, поэтому я довольствуюсь тем, что есть. Такой яркой, хотя мне всегда хочется. Вот, в отличие от тебя, Анжела, Настя, она вот в разных образах, да, всегда, и во всех образах почему-то прекрасно. вот свое, ну, твое видение, что ли, на это. Как ты к этому относишься? Сколько нужно тратить денег, может быть, все деньги, которые есть в семейном бюджете, я не знаю. Вот как ты к этому относишься? Я убеждена, что не в деньгах вообще счастье, в плане именно что касается внешнего вида, потому что, когда у нас не было денег, ну, все же начинают, да, так это скромно. И на тот момент, ну, я считаю, что на любые деньги можно хорошо одеться. Тут главное вкус. Вкус, насмотренность, когда ты понимаешь, как выглядит свежо, красиво, что сейчас в моде, в тренде, и можно купить такую же вещь, там, вещь за 500 рублей, а можно купить за 5000. Поэтому здесь совершенно не имеет значения, сколько у вас денег. А по поводу того, что, скажем, я в какие-то моменты вообще могу не накрашенная выйти и в соцсети, и просто на улицу, я считаю, что всему свое время и место. То есть, если я иду в церковь, для меня это как праздник, да, то без макияжа я не приду. Если я иду на встречи с друзьями, то же самое. Но если я иду в сад за Кариной, или иду в магазин, или иду выкидывать мусор, или даже просто куда-то, ну, я могу выехать в центр города ненакрашенный, в принципе. То есть, это больше, наверное, принятие себя, что ли, да, то, что, знаешь, как очень многие люди боятся камер. Вот, в сторис выйти, да, лицом, я всегда спрашиваю, слушай, ну ты же по улице как-то ходишь? Тебя же как-то люди видят? Почему тебе не стыдно ходить по улице? А камеру, значит, ты боишься. То есть, если дома меня видит мой муж, меня видят мои друзья без мейкапа, причем, я могу и при вас быть без мейкапа, например, если мы поедем куда-то отдыхать, да, Маша меня видела сто раз. То есть, мне не стыдно, вот самое важное, мне не стыдно за себя ненакрашенный. Вот, то есть, это, наверное, все-таки принятие себя. Татьяна, теористика к этому добавить? Вот, есть какие-то ограничения в твоем бюджете? Вот, столько я потрачу на себя, а вот, больше я не позволю, допустим, или это не нужно? Ну, на себя, и вот именно в плане имиджа, да, это немножко другое. Я здесь соглашусь, вот как раз с Настей, по поводу того, что очень важна насмотренность, и можно отлично выглядеть, не обязательно, будучи одетым в какие-то дорогие бренды. Вот, я, например, никогда не бежала за какими-то брендами, я вообще, честно говоря, далека от этой темы, я не знаю, что там лучше, что хуже, вот, я всегда покупала то, чем я себя чувствую комфортно, что, в принципе, мне нравится, вкус у меня развивался постепенно, то есть, ну, где-то я что-то могла понять, где-то не особо я видела, как оно что сочетается. Вот, конечно, безусловно, самое важное, что женщина должна быть ухоженной, то есть, ей следует всегда быть ухоженной, но при этом, вот, я даже и по себе, и наблюдая за другими людьми, видела, что женщина может быть, вот, ну, не накрашена, например, выйти просто, даже не накрасившись, ничего, но при этом, ее внутреннее какое-то состояние, ее внутренняя красота, она отражается в глазах, и она выглядит в тот момент, ну, настолько прекрасно, что просто вот диву даешься, что вообще не грамма косметики, но при этом, вот, какое-то лицо очень притягательное, вот, это вот, ну, на мой взгляд, как раз, да, важно именно какой-то такой, даже внутренний имидж своего рода, вот, потому что, ну, я вообще раньше просто, сейчас просто реже, а раньше я почти каждые выходные ходила в какие-то походы, то есть, это я как раз, и если покупать одежду, то чаще всего в спортивном магазине какое-то снаряжение, и там уже, то есть, в любом случае, ты преследуешь комфорт, удобство, то есть, там ты не накрашен, но при этом ты видишь такие красоты природы, которые, ну, не позволяют тебе быть некрасивым в тот момент. Спасибо, Татьяна. Следующее достоинство. Дети ее говорят о ней хорошо, муж ее хвалится ею. Вот совершенная женщина, щедро одариваемая комплиментами, какими-то знаками внимания, да, и уважения, это как заслуженное вознаграждение, то есть, это должно иметь место быть. Вот в моем случае, в этом смысле, я несовершенна, потому что, потому что, я очень мало слышу похвалы, единственное, что может муж мой сказать, когда скушает там вкусную, вкусную коклетку. Я понимаю, что это было хорошо, наверное, весьма, это я поняла. Вот как вас, благодарят дети, как вас хвалят муж, близкие, вот как бы в этом смысле, вы совершенны? Совершенны? Да, я совершенна. Ну, вот ты говоришь, допустим, я просто начну с этого, да, потому что есть мысли по этому поводу, ну, вот, допустим, не хватает каких-то, ну, не хватает похвалы. Опять же, кому-то это важно, кому-то это не важно. Вот для меня важно. Поэтому, если мне, как бы, даже я, будучи в браке была, если мне не хватает этого, я говорю, ну, мне это важно, да, когда, допустим, у меня муж был, он не особо, ну, никогда не хвалил в плане еды, если я что-то приготовлю, он говорит, ммм, как вкусно. А мне нужно сказать, что было, ммм, как вкусно ты готовишь, блин, это так было. Хотя я вижу, что ему нравится, и я вижу, что и знаю, что это вкусно. Вот. Но, просто зная, опять же, зная мужчин, да, и вот, именно зная своего мужа, я знаю, что он в этом плане не особо щедр на это. И я когда говорила, он говорит, нормально, и что значит нормально? Для меня нормально, это значит ненормально. То есть, это должно быть, ммм, как вкусно. Вот. На что он мне говорил, ну, ты же знаешь, что если я говорю нормально, значит, это вкусно. Если не вкусно, он говорит, что это, ну, он не говорил, что не вкусно, наверное, страшно было мне говорить, что это не вкусно. Но если ему не нравится, он просто говорит, я не ем такое, я не люблю, да, вот, и опять же, я прошу, сейчас я наседаю на детей, вот, и если мне нужна, как бы, если я вижу, что им нравится, если мне важно услышать их мнение, естественно, я спрашиваю, даже если они, ну, то есть, если мне, это моя потребность, я говорю, я хорошо сегодня выгляжу, как тебе мои новые кроссовки или новое платье, да, то есть, мне это нужно, поэтому я требую, вот. Что касается детей, я сама стараюсь, на самом деле, раньше этого не делала, я работаю над, не то, что работаю, не люблю слово говорить, работаю, просто стала стараться, потому что мы развиваемся, все равно мы чему-то учимся в жизни, вот, и я стала развивать это качество, я стала больше хвалить детей, я стала больше делать комплименты своим детям, да, я говорить стала, потому что, ну, так как у меня дети сейчас подростковый такой период наступает, у них очень много неуверенности в себе, они стесняются, они, очень многие дети, так как и я работаю с детьми, у них комплекс в этом возрасте зачастую бывает, поэтому я стараюсь хвалить, какой ты красивый у меня, какой ты у меня умный, как идут тебе эти джинсы, посмотри, как ты, блин, красавчик у меня, сын растет, то есть, ну, я это стараюсь сделать и, в принципе, учу и детей этим, не нотациями, да, там говорить, что ты должен сказать матери, как она хорошо выглядит, да, вот именно вот таким образом, когда я сама это делаю. Так, ну, Настя у нас, наверное, в центре внимания, уважения, как только встает она утром, подбегает муж и дети, говорят, как вы прекрасны. Да ладно. Нет? Мне кажется, что все корейские мужчины, они одинаковые, вот один раз перед свадьбой он мне сказал, что он меня любит, и когда что-то изменится, он мне скажет еще раз, наверное. То есть, и при этом я к Анжелу говорю, раньше я тоже как-то не обращала внимания, что ли, а сейчас я уже так как взрослая, осознанная женщина, я понимаю, что мне тоже нужна похвала, я говорю, мне нужна похвала, не хваль, я говорю, похвали меня быстро, нет, ну, то есть не работает это, и поэтому, мне кажется, я сейчас нахожусь в таком бизнесе, где я каждый день получаю похвалу, и там я заряжаюсь, то есть там я отдаю все, что я знаю, и они мне, спасибо, ты такая, 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 и меня это вдохновляет сильно. Но в семье, единственное, мои дети, они знают мою страсть к похудению, и самый классный комплимент, при этом не важно, как я на самом деле выгляжу, они говорят, мам, ты такая худая. Перед покупкой игрушки, наверное, какой-нибудь. Ты такая худая, я такая худая. Да, это вообще идеальный комплимент. Я такая, честно, честно. Вот так вот. А можно я задам вопрос Анжеле? Анжела говорила о том, что, когда мне хочется внимания, я спрашиваю, как тебе мои там новые там кроссовки, а если тебе скажут, ну, так себе. Ну, я не расстроюсь. Да? Я же, я же спрашиваю не для того, чтобы мне подтвердили, по сути, у меня же потребность получить внимание, понимаешь? А внимание может быть разное, да? В том плане, я же спрашиваю не от того, что я сама не уверена, а если я спрашиваю, значит, они мне нравятся, то есть, эти кроссовки, которые я купила. Просто я хочу, чтобы человек заметил это. То есть, я получаю, то есть, мне, в принципе, нет, я не расстроюсь. Но, если мне скажут, что ты вот, вот эти джинсы тебя полнят, не спрашивая меня, я сделаю вид, что не вижу, но я могу потом об этом подумать. Так, эти дурацкие джинсы, надо мне поменять эти джинсы, в них я очень полно выгляжу. То есть, об этом я могу заморочиться. Не подумаешь, зачем он мне дал совет, который я не спрашивала. Ты подумаешь о том, что реально и примешь за правду то, что он задумал. Нет, не то, чтобы за правду, я задумаюсь, я буду, я, возможно, переспрошу других еще людей для подтверждения. Потом еще перед зеркалом покручусь, посмотрю на себя на съемки, как я выгляжу на фото и думаю, да, действительно, что ли. Если, ну, то есть, это такой некий для меня сигнал, скажем так. Вот, находясь рядом с Таней, это комфортно, и это как раз-таки восполняет то, чем я обделена. Таня всегда щедра, скажем так, на комплименты, и она всегда говорит, ну, не мне только, а всем людям, да. Вот как ты принимаешь, вот говорят ли тебе люди, близкие, друзья, комплименты, или ты в них не нуждаешься, возможно? Ну, на самом деле нет, на самом деле каждый человек хочет и нуждается получать какие-то добрые слова, комплименты. У меня просто было, ну, такой совершенно противоположных опыта, когда вот раньше я прям, не побоюсь этого слова, даже в какой-то степени нуждалась в каких-то комплиментах. То есть, вот я тоже что-то приготовлю, и мне хочется, чтобы люди оценили, чтобы они 10 раз сказали, как это вкусно. Вот, ну, человек, он, ну, просто бы съел там, спасибо, все. Я думаю, как же так, оказывается, там не так вкусно, а я так старалась. Но при этом я вот, в отличие от Анжелы, прям, ну, как бы молчала об этом, не говоря, почему тебе что-то не понравилось. Я как-то себе так про себя думаю, блин, вот что-то, что-то не то, опять не то, хотя вроде вкусно так было. Там кто-то сказал, ему понравилось, а здесь, значит, нет. Вот, но потом просто были ситуации, когда я встречала людей, которые очень, ну, так скажем, щедры на слова, ну, такие, то есть, очень много каких-то таких громких слов говорят, очень прям вот даже это было чрезмерно. Иногда даже это чувство, что как-то чрезмерно. Вот, и оказывается, ну, с их стороны это совершенно не искренне. И я понимаю, что вот, возвращаясь к тому опыту, ну, сейчас я уже изгладила у себя эту потребность, то есть, у меня нет нужды, вот, чтобы человек именно озвучил, что ему очень понравилось. Я уже могу, ну, знать человека, это почувствовать, потому что люди, которые скупы на какие-то комплименты, они могут в душе настолько быть тебе благодарным и настолько, ну, как бы тебя восхвалять и любить и восхищаться, но при этом они, ну, не найдут слов, чтобы это озвучить, и они просто промолчат. Молчат. Но что касается меня, да, я, ну, вот, люблю, когда мне вот хочется искренне что-то сказать, я на самом деле сама кайфую от того, когда я говорю людям приятные слова, потому что это, ну, такой обмен энергии, то есть, я вижу, мне хочется сказать человеку приятное, то есть, ну, я не люблю лукавить, ну, как бы там льстить, вот, но если я действительно так искренне думаю, мне хочется человеку это сказать, и всегда любому из нас это приятно, и человек начинает верить в себя, то есть, ну, как бы сразу себя ощущает, что вот, да, так и есть, у него меняется какой-то настрой, и, ну, это помогает, и я в том числе. Да, нет, наших, да, конечно, наших мужей нужно направить к тебе поучиться, хотя мой муж не кореец, да, но он очень скуп, скуп на комплименты, когда я спрашиваю, ну, как я похудела, он говорит, я знаю правильный ответ, он молчит, он не говорит, потому что любой ответ неправильный, да, Настя, что ты хотела сказать? Я хотел сказать, что на самом деле принимать, искусство принимать комплименты, ему надо учиться, и у нас на работе, когда я только пошла в вот такую вот большую корпорацию, у нас был тренинг, и нас собрали и сказали, каждый должен сказать друг другу комплимент, а вы в ответ, вот, я помню, мы с тобой тоже разговаривали, как ты говорила о том, что тебе дискомфортно принимать комплименты иногда, и нам просто говорили, вот не говори, что ты чувствуешь, думаешь, просто надо сказать, спасибо, мне очень приятно, все, то есть учиться принимать комплименты, это, опять же, про принятие себя, мне кажется, то есть, ну, да, спасибо, мне очень приятно, без стеснения, без, ой, нет, нет, это не я, да, 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 вы ошиблись, то есть вот без вот этого. Да, это очень важно. Я, кстати, тоже по этому поводу хочу, кстати, тоже прошла вот такой этап, потому что раньше я тоже не умела, не то чтобы не умела принимать, но для меня комплименты это правда должна быть, то есть если мне говорят, ой, ты так похудела, но я-то, извините, меня каждый день на весы стою, и я знаю, что я не похудела, но я знаю, почему, допустим, да, и я, допустим, говорят, ну, я знаю, это потому что одежда эта удачно подобранная, поэтому я окажусь в ней постромнее, постройнее, чем я была там месяц или два тому назад, например, да, поэтому я не принимала, я говорила, да ладно, это просто платье такое, это я подобрала, вот, и, кстати, тоже на одном из, не помню, то ли, ну, тренинг был или какая-то книжка или семинар, как-то, не помню, что это было, тоже было, что похоже, о том, что, кстати, вот с христианской точки зрения, когда это то же самое принятие, когда тебя благословляют, да, принятие благословения, принятие каких-то приятных и хороших слов в твой адрес, те же самые комплименты, я немножко с другой стороны посмотрела на это, потому что мне, когда сказали то, что я, если, то есть, да, сказать спасибо, именно принимать, потому что этот человек, возможно, долго думал, чтобы подойти и сказать тебе, да, потому что, возможно, этот человек действительно преодолел какой-то, ну, не знаю, трудный, чтобы, что учится, может быть, говорить вообще, да, и он тебе сказал, и, получается, ты просто его закрываешь, да, и говоришь, да нет, это не так, и потом у человека тоже начинается такое-то, что, ну, зачем я вообще это сказал, вот, а может быть, он тоже проходит какой-то тренинг и учится, да, делать комплименты, а ты его просто только обрубаешь, поэтому, да, я на самом деле тут тоже вот как раз-таки добавила к тому, что нужно уметь принимать. Ну, вот самое время подойти к заключительному достоинству, которое описывается в притчах, и, девочки, тут говорится, что грация и красота могут обмануть, но женщина, которая чтит Господа, должна быть восхвалена. Заключительная такая и главная характеристика совершенной женщины – это все-таки вера, вера в Господа, потому что внешние достоинства женщины, такие как грация и красота, не имея под собой ничего, могут действительно обмануть и быть не такими же совершенными, как мы себе представляем. Вот, все-таки изначально, да, человек ценился по внутренней красоте, и вера женщины – это красота внутреннего духа, который отображает, прежде всего, образ Господа, образ совершенного Господа. Как вы думаете, вот вера, ваша вера, помогает или помогает ли вообще в каких-то сложных ситуациях, каких-то семейных кризисов, да, каких-то принятий решений? Вот как вам вера ваша и помогает ли вообще она вам в этих ситуациях? Ну, давай, Анжела, начни ты. Вера – это, ну, это фундамент, да, то, о чем мы, то, что мы описывали – это наша внешность, наше какое-то внешнее все, да, наше поведение, вот, над которым мы, в принципе, которое развивается, да, над которым мы работаем, что-то изменяем, к чему-то стремимся, совершенствуем, да, а вера – это, ну, это корень, это основа, которая, ну, она либо есть, либо ее нет, ее не приукрасишь, вот, это просто фундамент, который есть, и я очень благодарна Господу, потому что Господь, он действительно, он стал вот таким вот камнем, фундаментом моей жизни, и как бы мне ни штормило, какие бы волосы я не захотела себе сделать, как бы я не услышала комплименты или услышала, да, вот, благодаря вере, благодаря вере в Господа, благодаря тому, что Бог есть в моей жизни, это дает мне держаться, держаться и чувствовать себя совершенной, уверенной в полноте именно женщиной, женщиной, вот, что-то еще, какую-то мысль потеряла, вот, я хотела сказать по поводу, ну, да, веры, что еще там было? Ну, как помогает она тебе в семье? Ну, это, ну, это просто вот опять же, да, это есть, это есть и то, за что держишься, это начало и конец, вот. Какова твоя, да, вера? Как ты считаешь, как ты оцениваешь, к чему ты хочешь прийти, что ты видишь в этом? Ты знаешь, я когда слушаю в церкви всегда, забываешь, как это называется, свидетельцу, свидетельцу, когда слушаю, мне тоже хочется вот так же, может быть, ощутить это как-то прям вот, чтобы конкретно я, ну, вообще, на самом деле, у меня, наверное, было такое в жизни, я просто никому не рассказываю, потому что это было такое очень, ну, не то, что печальное, ну, в общем, берущее за душу событие, но для меня это стопроцентное проявление Бога было, стопроцентное, по-другому просто вот быть не может. Вот, и, ну, не знаю, наверное, все-таки оно есть, оно есть. Наверное, я все-таки уверена, что Бог меня сильно любит. Вот, знаешь, для меня место на парковке всегда есть. Вот, серьезно. Вот, что бы ни говорила я, да, может быть, кто-то думает, что, ну, я раньше так думала, что я только из-за мужа хожу. Но внутри, наверное, все-таки вот эта уверенность, что я счастливчик, я везунчик, я, ну, как бы, меня Бог сильно любит, сильно. Он сильно меня оберегает, очень много дает. Иногда я думаю, блин, какой я хороший человек, я столько заслужила. А по факту это же не из-за этого, а просто из-за того, что вот, ну, мне это все дается. И я должна этим делиться. То есть я не должна как сидеть на, чахнуть, да, над златом. А именно вот делиться, показывать, что, да, это Бог дает, Он благословляет меня как-то. Вот, и, знаешь, у меня даже иногда такая мысль возникает. Представляете, через несколько лет я стану пастором. Смещу пастору вместе. Я не отрицаю этого. То есть, ну, пастор мне сразу сказал. Не просто так говорить. Приземлил? Да, он сказал, что не просто надо хорошо говорить, а надо, чтобы Святой Дух был в тебе. И я такая, ну да, надо над этим поработать. Но у меня сейчас время. Вы в начале нашего ток-шоу говорили о полноте. Вот, и ты в том числе, Татьяна, об этом говорила. Вот, вера входит в эту полноту? Вот как раз именно в вере я считаю, что здесь мы можем, по крайней мере, стараться стремиться к совершенству. Потому что без вот этой вот базовой какой-то внутренней основы все, о чем мы говорили до этого, оно, ну, не имеет такого значения. То есть, на самом деле, мне кажется, вот база — это как раз вера, и у каждого она своя. Потому что, ну, у меня, например, из моей семьи, вот, прабабушка, она была очень религиозным, очень верующим человеком. Вот она, как пример такой именно, вот она всегда вот ходила в церковь, то есть следовала всем обычаям, там, пост, вот все праздники, как вот нужно, отмечались. Но при этом у нее было вот это вот очень хорошее достоинство, что она никому это не навязывала. То есть она просто своим примером показывала, как это, ну, может быть. И каждый человек уже, ну, в душе для себя это принимает, ощущает, и он может, ну, следовать либо так, либо как-то чуть иначе, где-то, ну, по-своему. Но при этом, ну, как бы, вот чувствовать какую-то такую базу, поддержку и следовать, я думаю, ну, каким-то основным человеческим принципам, то есть не нарушать каких-то, ну, таких, не делать грубых ошибок, нарушений. Ну, даже не ошибок, а вот именно когда речь идет о каких-то, ну, плохих поступках. А в остальном, все остальное просто уже, да, вот базируется на каком-то внутреннем стержне. Ну что ж, наше ток-шоу подошло к завершению. Спасибо вам большое за такие искренние какие-то высказывания. И до новых встреч!